Когда речь заходила о советских машинах для борьбы с пожарами, мы упоминали о ЗИЛ-130, что основными были пожарки на базе этой машины. Это цистерны и лестницы. Но помимо них есть еще и тягач, который редко упоминается. Его заводской номер ЗИЛ-130В1. Он пришел на смену ЗИЛ-130ВТ. Возникает вопрос, какие задачи выполняет пожарный тягач? Кто может придумать лестницу на прицепе? Однако нет. Его задача была доставить большую цистерну с повышенной емкостью к месту тушения пожара. Индекс такой комбинации АВ6-130В1. Говорить о высокой маневренности тягача с прицепом не приходится. Обычные цистерны на шасси были куда подвижнее, но это и понятно. А что касается дозаправки, то тягач в этом плане однозначно выигрывал. Пригнав одну цистерну с жидкостью можно было ехать за другой. Его происхождение идет от цементовозов. Вне службы были аналогичные цистерны в гражданских хозяйствах. В таких цистернах не было наворотов и дополнительного оборудования. Так все один в один. К примеру, вот аналогичный цементовоз ТЦ-4. По габаритам он аналогичен, как и пожарная цистерна, имел 5,5 метров. Ее объем равнялся 7 кубическим метрам. По некоторым данным, пожарная бочка для тягача была сделана по наработкам цементовоза. Об истинности данной информации можно задуматься, но в некоторых экспертных источниках упоминается именно это. Объем цистерны для заполнения ее пеной предусмотрен 8000 литров. Те, кто видел подобные цистерны для борьбы с пожарами, не раз удивлялись короткой базе. Это скорее связано с тем, что многие просто привыкли видеть АЦ-40 без прицепа. Но ее объем значительно меньше всего 2500 литров. АВ-6 мог доставить больше жидкости для тушения. Иногда тягачу с цистерной не помешала бы маневренность, так как считается, что ЗИЛ-130В-1 вовсе не ехал, а полз в переносном смысле. Его скоростные показатели были значительно ниже, чем у обычных пожарных машин. Это определяло его самый существенный минус. А вам приходилось видеть данную машину воочию?